хорош открываем а там холодненькая так но это что силичком далеко изошел в общем отматываю назад сейчас расскажу покажем как мы приехали в это место вообще что случилось что произошло возвращаемся назад съехали мы с дороги село называется приветные вот просто покажи как на карте катя нашла говорит тут похоже дорога прямо возле воды давайте посмотрим даже магазин ездить детская площадка смотрите детская площадка бэкин юсса вообще мы ехали сторону судака сторону меганома сейчас посмотрим уже здесь станет ложь уже время ближе к вечеру нам пора уже парковаться нигде на картах его нет что-то кемпинг да вот все в палатках то есть тоже мест нет сделаем заметку на будущее очень всего приветная сворачивайте сторону моря и вот такой здесь стихийный кемпинг мест просто нет мы вы здесь остановились мне понравилось потому что здесь есть во первых мусорки я вижу во вторых есть магазин то есть мало ли там соль пиво кто сейчас забыл купить все есть и вот с правой стороны прямо здесь сразу внизу палатки удобно но мест нету вообще от слова совсем поэтому мы едем дальше подъехали мы буквально километров 15 кемпинг но тут просто жесть посмотрите да здесь людей море прямо море палатка на палатке сейчас будем думать что делать потому что уже пол седьмого вечера вот ребята дом в дорогу я смотрел их не канал облизывался на эти караваны но как-то мне здесь что-то не по себе это огромная стоянка я так назвал и среди этой стоянки стоят палатки это не просто стоянка это гигантская стоянка гигантская и на этой стоянке куча палаток какой-то пансионат заброшенное недостроенное здание а находимся мы вот недалеко от морского сторону судака наверное мы сделаем так мы сейчас кинем корни здесь а это какой-то кемпинг возле морского но уже время поздно поэтому мы приняли решение волевое ищем сейчас себе здесь место а здесь кстати тихо людей очень много но тихо на удивление с левой стороны я слышу птички чирикают прикольно может быть даже здесь и останется сейчас посмотрим а кто смотрел предыдущее наше видео со штормового знает что шатер наш немного поломался от сильного ветра кто не смотрел обязательно посмотрите вот так мы его восстановили заварили осталось очень немного защитить и покрасить две дуги у нас погнуло но я думаю не буду держать опять смотрю вот эти палатки кичуа магазине продают как он правильно декольтон 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 называют декольтон короче кичуа я думал это китайский окажется это европейские палатки вот они такие бирюзово-серого цвета их реально много и шатров и палаток в прошлых видео у нас были дискуссии по поводу как крепить шатер до штормовые веревки понятно их можно в песке там привязать в банке закопать в яму там банку палку что угодно но речь вот про вот эти штуки то есть как крепить сам каркас здесь то понятно я взял штатный колышек просто его заколотил все вот он никуда не денется а как крепить его в песке то есть я предполагаю что вот в это кольцо нужно вставлять такую более толстую арматуру и прям в песок вбивать либо закапывать а на таком грунте на обычном земляном можно вот прям в это ухо и молотком к нам уже гости пришли мурзик ухты какой красивый кот здоровый че-то унюхал оказывается это платный кемпинг и называется он морское правильно бывший персиковый сад бывший персиковый сад а мы так уже лихо ты поставили палатку шатер но цены демократические совсем по-боже себе душ вода туалет до территории возле мусора поэтому да ну реально вот видно что чистый а душ по вот это туалет до получать там можно и воду набрать ну вот отлично 250 рублей мы отдали вот отлично 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 море есть самое главное солнце на халяву спасибо ну вот а ты говоришь крыму все на халяву а я еще удивился туалет душ все вроде как есть вода но на самом деле реально цены демократические в принципе 250 рублей за такое место ну сейчас пойдем посмотрим еще море чем не уже этот кемпинг нравится потому что здесь офигенный грунт колышки заходят как по маслу здесь не страшно что шатер улетит достаточно крепко держится еще веревки с растянем будут вообще бомба в нашем блоге на яндекс зене оставили очень интересный комментарий елена волотарская она специалист по обеспечению безопасности в экспедициях и походах палатки и тенты устанавливаются как перед бурей опыт сын ошибок трудных поэтому послушаем ее совет и закрепим наш шатер понадежней как перед бурей я думаю главное чтоб там не было снаряда великой отечественной войны а то здесь кемпинг морской не соберут и будет по кускам собирать я думаю елена волотарская ценит относительно надежно почему здесь такой мощный забил потому что это вход и постоянно вот эту дверку дергаем и слабый колышек здесь постоянно вырывает поэтому я здесь сделал помощней несколько раз собру штанги обвернем это тоже кстати был совет от елены но на самом деле это реально я думаю будет работать серёгка будет дополнительно удерживать вот эту штангу обнаружили еще одну потерю прошлый шторм немного порвал крючок еще здесь пол крепится делаем крючок все очень просто откусили загнули перегнули зигзагом вставляем в китайский крючок и как-то так вот наше кольцо сегодня у нас лагерь по-новому мы придумали поставили наш шатер и посмотрите как классно вписывается сюда палатка это как отдельная спальня у нас она покажет спальню опа вот она преимущество большого шатра то есть у нас смотрите спальня санузел еще одна спальная гостиная кухня блин колонка дискотека а туалет я показал уже веганский сервелат ну короче не настоящий как я называю лепешки гурзуфских кстати это я в прошлом видео рассказывал такие офигенные лепешки вот смотрите где мы их купили вот это место это как раз смотровая гурзуфа и здесь такой кафе отличный вид и очень вкусные лепешки рекомендую кто будет ехать по пути остановитесь не поленитесь возьмите все кушаем и ложимся спать а завтра идем на море короче пять утра худым я вскочил потому что у меня напала скалопендра где-то здесь она прячется причем напала на два раза один раз я не понял кто это откинул и он под палатку возла а мне теперь бог печет это какая-то непонятно скалопендра реально бог печет как будто сжег как будто обжегся надеюсь не помру вот он в шатре спать какие-то твари ползают это наверно последний раз я в шатре спал да вот так я спал смотрите какие-то пауки скалопендра обалдеть ё-моё я надеюсь я до утра доживу хотя уже 5 утра а нам еще предлагают на генеральский пляжу поехать там где змеи каракута я туда поеду но только наверное супер крутой палатки шатрея точно спать не буду что надо сделать промыть водой или судовым раствором протереть спиртом и охватить ну а какая-то смотрите прошаренная даже эту штуку закрыла хорошо что она еще маленькая придется мирным в туалет идти вон туда свой не пойду а то тяги подписать и ненароком покакаешь ну вот что-то мне тут немного сдулась а в целом ничего страшного катя говорит нужно какой-то супрастин выпить пойду выпью теперь страшно за ключами лезть вот наша аптечка сейчас посмотрим что здесь есть тихонько клопать дверь чтобы людей не будить действительно тишина все еще спят один я как ужаленный бегаю ну кстати спалось реально тихо ну вот очень сильно напрягает эта дорога машины проезжают прям громко и еще собаки гавкают бывает где-то там мне написали в комментариях ты человек и 9 сходишь постоянно босиком вот теперь все перехожу в тапках и часто под ноги смотрю так что у нас супрастин целый набор мирами стен мистин точно поможет самая маленькая пачка супрастин сейчас жасного дну катя говорит еще спирт помогает пивком можно запить по привычке тапки снял они наверно будет вот они минусы шатра потому что пол сквозной как будто его не прикопал не закапывал щели есть скалопендра дырку найдет а палатка она как кокон у нее в цельный пол то есть ты там закрылся и тебе по барабану кто-то снаружи лазит вот слышите мотоцикл а саде перьящий гудящие звуки они реально будет галлюцинации от битена что я это молоды пилот булочек сираж приняли решение в общем я переползаю в палатку хоть там мало места но чесноте не в обиде не обучу думаете в гостиницу вас не может угостить скалопендра у меня кстати калифан отдыхал в крыму очень крутой гостиницы игры просыпаюсь от того что на боку лежит вот такая скалопендра и вот такой у него потом ожог был но безопаснее всего в палатке потому что она закрывается главное щеленья оставлять плотную закрывать наверно следующая покупка будет нас палатка большая теперь буду здесь развиваться но я пошел около девяти часов уже они даже где-то восемь с утра уже ходят кричат хочу пули мачапури мы не завтракаем я вроде живой выжил идем купаться несу с тобой ласты маску и старую гоупрошку вся поныряем посмотрим какой здесь но все ценные убрали машину но не все шатре оставили холодильник биотуалет я думаю туалет не заберут а вот холодильник с пивом могут интересное такое сооружение видимо какой-то пансионат строили и забросили реально большой не знаю почему а тут есть кафе кафе наверняка какой-то магазин есть чё порадовало что ночью никакая музыка не играла вход на пляж идем сейчас закупайте уху опять эти кичуа уху сколько здесь людей именно в палатками стоит люди прям в море ставить смотрите похоже на батуми да помнишь пляж только более маленький такие же камни такая же вот такой же песок похоже немножко вчера вечером я закупался чуть-чуть прям перед сном и была вода прям прозрачная я так порадовался сегодня посмотрите просто болото сейчас заделаем мой тест кто не знает захожу по колено если вижу пятки значит вода чистая если пятки не вижу значит болото ну я еще даже по колено не зашел все тест провален пяток не видно прогуляемся чуть дальше вдоль берега посмотрим может быть там будет вода почище зачем-то ласты взяла от мух отмахивать где моя старушка вот она еще три плюс это очень старая но она снимает свое дело дело сейчас попробуем понырять ну чё погнали и видео и и и и и и и и и вода мутновато но людей от этого меньше не становится люди приходят и приходят а мы завтракаем с утра качапури самса крымский настоящий вкусный классный 90 рублей килограмм холодненько в нью-йорке три часа вы слушаете bfm радио доброй ночи о в нью-йорке три часа нью-йорку привет а у нас самый разгар дня удастся победить к в 19 концу 2021 года в остальном мире пандемия закончится к концу 2022 года по оценке миллиардера тестирование вакцины идет полным ходом в китае и россии а соседи у нас путешествует на авто доме верхом на звезде кстати они там тоже есть инстаграм youtube канал кому интересно может заходите а я хочу сходить на пляж сегодня набрать полный мешок там такой мелкий мелкий песочек и вот эти углы засыпать потому что как раз вот эти шесть углов где 6 стоек вот они отверстия дырки щели как хотите называйте сюда провозить всякие заразы типа скалопендер который меня сегодня ужалило кстати укус был похож как будто вот вас пчела ужалила я с просонью даже не понял покажи-ка что это такое достало колбасу что ли я сейчас вам покажу что это за 1 до 3 и 6 гостей и авто 20 и 6 гостей и и 2 ясн Субтитры подогнал «Симон» 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 самое главное значит самое главное не пролить его на себя короче надо еще значит сделать надо было туалета ряда поставить био этот котел но это беды поливать мы как-то прошло видео про него рассказать но был сильный ураган сумка это мы уже приспособили сумку он идет другой коробки в общем кто хочет я отдельно подробный обзор сделаю либо на яндекс зене либо отдельно видео про него сниму вот смотрите то есть моетесь как дома никакие провода ничего не надо все это все целое устройство готовое применение все очень просто никаких прикуривателя никаких там не надо к нему аккумуляторов все уже вот здесь а заряжается он от вот такого провода usb может через power банк заряжать кому как удобно через прикуриватель вот здесь у него разъем вставляете заряжаете говорят что хватает реально надолго в комплект несколько вариантов креплений крюк само крепление для душа и присоска как я понял присоска это можно использовать допустим на стекло автомобиля бамс перелепили вот это отделе и сюда вставляете лейку а это наверно сейчас как-то перемастыри в палатку вот так я придумал повесить крючок и как-то так по идее должен одеваться душ все вот он пожалуйста я ростом метр девяносто метр восемьдесят копеечка ну короче около того на него можно поставить ведро все вот вы взяли душ и моетесь пожалуйста вот так набираем ведро обязательно должно быть розовое я его не просто так взял вот этот садовый инструмент душ палатка стоит под уклону к шатру сейчас будем вместе мыться вся вода подлечет шатер поэтому я предлагаю сделать такую канавку и воду отвести в сторону вот так достаточно немного сделать но вода уже не попадет и сколько воды мы использовали она больше ну где-то пол ведра и все можно помыться очень просто отключается нажали готова канавку сделал не зря потому что как раз вода стекает канавку и не попадает нам шатер кто хочет комфорта берите на заметку душ около 3000 рублей стоит душ палатка тоже около 3 3 с полно тысяч все и у вас вполне отличная комфортно душевая кабинка то есть проблем помыть голову покупаться пресной водой вообще нет ох такая жира не поверите не охота не печку доставать не могла не что-то готовить париться хочется просто быстренько что-то закинуть перекусить и идти дальше купаться на море отдыхать хух припер с пляжа вот такой мешок и киевский но это не просто мешок сейчас короче буду закапывать вот эти все углы чтобы этих щелей не было что-то мне в этот раз не хочется больше скалопендра встречаться скалопендра не пройдет кто-то на дереве что ли там орёт какая-то птица похоже на весь лагерь орёт вау тут красивый вид такой заброшенный недострой какой-то видимо пансионат а может и рабочий а вот я приблизила пансионат не там вроде как полотенца какие-то тряпки висят наверное зря я говорю что они действующие он вполне действующий ну да вот какие-то тряпки значит это пансионат рабочий как он называется кто знает напишите выглядит классно со стороны а это зараза все крякает и крякает о я подошел она замолчала у все можно возвращаться в лагерь ухты какой песик не за встречает красивый прикольный море говорит не очень сделаю салат это как обычно тофу какой-то непонятный сыр непонятно ничего и помидоры 9 грамм белка и 400 миллиграмм кальция состав союбобы вода питьевая соль а погода просто великолепная солнце спряталась вроде как тучи на горизонте как бы дождь собирается но дождя нет и прям так свежо классно надо проверить все колышки чтоб все было на месте а вот кстати нашел свои рыбацкие снасти прям ввертывается вкручивается землю хорошо стоят если мне надо натянуть веревку я что придумал вот я здесь расслабляю выше поднимаю опа фиксирую веревка сильнее натянута так здесь тоже проверяем ну нормально вроде натянута еще пару раз я в дугу так объем читам музыканты музыканты опа осталось нас лепешка значит сегодня у нас будет пицца наш китайский помощник сяоми кран очень удобная вещь и летит он снова не может влететь вот видите что с ним происходит в этот раз у нас пика греческая крымский продукт все очень просто как обычно у нас достаем питон открывая миску ухты вот это все добавляем вон туда добавляем веганес так вот раз его туда нещадно это сенсой туда запаковываем все должно быть просто и вкусно без излишеств но не дошираками же питаться хотя можно и дошираками и это вот сюда и кладем на сковородку на раскаленную как те макдональдс немного я переделал конструкцию креплений убрал маркизу дополнительно кинул веревки на некоторые дуги вот на эту например потому что ветер отсюда кто его знает вроде сейчас дождь капает ветер поднялся но легенький а что будет потом неизвестно поэтому я решил даже вот так укрепить смотрите пришла в голову идея вот это вот стойку крутил землю и дополнительно ее упер об этой дугу вроде как ветер оттуда дует чтобы не сломал расщепляемся дождь отменяется поморосил и перестал сейчас обедаем ужинаем не знаю чё короче делаем макарошку такие у нас какие-то помидорные и салатик и пойдем прогуляемся вау какой красивый посмотрите облака такой закат вообще бомба какая-то гора ну похоже на медведь гору то что в гурзуфе но гурзуф отсюда далеко но точно не знаю кто знает напишите медведь гора это или нет медведь гора это вот он типа как будто медведь воду пьет поэтому это прозвали медведь гора но она реально похоже на медведя а там вроде как тоже кто-то отдыхает вон какие-то фонарики светятся неужели кто-то себе забил то вместо это стала пендла правда похоже на настоящее из вот этих вот штучек плавно похоже на настоящее а можно вот так все поменять заменять проснулись ночь пережили без потерь ветер был ну и сильный но ночью я встал проверил шатер на всякий пожарный все все стяжки все нормально держалась отлично ничего никуда не улетела вот она моя дополнительная растяжка как раз ветер дул северный почти в эту сторону это растяжка тоже целая все на месте все натянута в этот раз офигенно шатер отработал но огромные минус этого шатра он нам нравится пока сравнить не ни с чем но вот есть один минус вот эти вот шторки когда ветер колыкает они вот так хлюпают и прям сильно сильно слышно что три кажется что как будто сейчас развалится на самом деле это просто эти шторки вот так постоянно хлюп 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 за поле ты позитивный енис все равно хлюп 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 хюль из этого телепа тюзь душ палатка стоит отлично тоже вся растянута пару дополнительных я сделал растяжек никаких проблем с ним не было а вот утром я уже заценил каждый раз короче ты когда захочешь вот в эту палатку и там стоит вот это чудо техники ты понимаешь что большин прогрессу шел далеко и потраченные деньги не зря Катя уже замесила тесто на завтрак Вот он Ну на самом деле это лаваш Самая сложность в этом блюде Это срезать вот эту верхушку аккуратненько Это у нас будет пицца Поварские колпаки покупайте одноразовые На природе помогает от мух Мухи на природе это зло Особенно если у вас нет биотуалета И вы встали где-то в кустах Муха в кусты прыг на какашку Села и потом домиком к вам Пиццу И почаще пользуйтесь хотя бы вот такой штукой Дезинфикатором Ну сейчас про него все уже знают Пока готовятся ингредиенты Пью кофе Называется следопыт Основа готова Все очень просто Как вы помните И сверху Помидорки Опа Не жалеем Прям вот так их Поменьше огонек И пускай 5 минуток постоит Та-да-дан-та-дан Ага Отлично Мягенькая, теплая Ильпатио готово Да Держите Только не за сковородку А ну-ка О Вы слышали этот хруст Веденная пицца Закрытая Ммм Класс На природе Все в 10 раз вкуснее Забираю Гоупрошку И пойдем Поснимаем море А туалеты здесь Видимо Не как обычно В море Прям спускают Приезжает Вон тракторец С бочкой И только что Я видел Он высосал Какашки Главное Чтобы он потом В море Не слил Похоже Что море чистое Да Я вижу Уже прозрачное Море Давайте Сделаем мой тест Не Теплая вода Градуста 22 Точно Ну все Тест пройдет Захожу по колено Пятки видно Место годное Вода чистая Но че Манки бы чище было Но все равно Чище чем вчера Намного Ну что Нырнем Теплая вода Теплая вода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok